Всем императорского приветствия от Рогатой Жапки! Устраивайтесь поудобнее, дорогие мои зрители! Приятного аппетита тем, кто собрался перекусить! Ну а те, кто не верили в то, что кампания за Империю будет продолжена, выкусите! Огромный респект прапору за то, что подстроил мод Unstoppable House под новое дополнение с эльфами, и мы теперь можем продолжать! Но Рогатая Жапка будет немножко вспоминать, что у нас тут было, что да как да с чем. И нам, по-моему, надо либо в Мариенбург ретироваться, либо в... А, нам нужно понимать, что тут рядом у нас целая армия хаоса под руководством князя Зигвальда Великолепного. Так что просто так отступить не получится, надо знать, куда отступать. Бальтазар Гельд возвращается со своего неудачного северного похода, частично неудачного. Кто-то там говорил, что он умрет, но нет, не умрет. Умереть нельзя, потому что отнимается здоровье от небоевых потерь, от текущего, а не от максимального здоровья в процентном соотношении. То есть, чем меньше ваше здоровье, тем меньше его отнимается. И так до бесконечности. Я думаю, такова логика событий, и она понятна. Давайте направим наших агентов, пусть они поддержат наше строительство. Те, кто говорят, что у меня слишком много агентов, и что у меня маги не работают там, где нужно, должны учесть, что если мы потратили на строительство миллион за всю нашу компанию, текущую, да, или, к примеру, 2 миллиона, то благодаря магам мы сэкономили 1,5 или 1,4 из этих средств. То есть, где-то от 200 до 300, или от 400 до 600 тысяч. А это огромная сумма. Огромнейшая сумма, друзья. Так что маги находятся на своем месте и делают то, что нужно. Скидончик. Прописываем. Так, давай тоже в этой провинции скидончик. Вот построим что. В Артуа, в Артуа тоже строим стены, деньги. И если мы хотим нанимать здесь Деппельзольднеров, нам нужно выстраивать кузницу и оружейную. Но нам есть где нанимать Деппельзольднеров, хаос не близко. И важнее нам сейчас построить здесь часовню. Поэтому в первую очередь вкладываемся в часовню. Дальше. Убийца. Посмотрим, какой шанс убить. 52%. Низкий. Это, видимо, успех от прошлого убийства дает о себе знать. Поэтому мы просто подведем его сюда. И разместим. Дальше. Вот тут вот, по идее, можем вот этих вот атаковать. А, кстати, мы же наняли одного прекраснейшего героя. Которого можно хорошо разодеть. Больше у тебя ничего интересного нет. И отправим мы его вот в эту провинцию. Вюртбат. Для нас это означает, что мы можем объединить армию. Отправить героя сюда, атаковать зверолюдов и уничтожить. Потом осадить оверхайм. То есть нам надо не дать зверолюдам уничтожить оверхайм. Оверхайм нужно как можно быстрее перехватить. Ну, ты идешь сюда. Это нормально. А ты у нас... Ты у нас где-то тут будешь. Когда мы захватим это, ты будешь давать прирост. Что мы делаем тобой? Пока ничего. Наверное, поставим тебя где-то здесь. Возле кемпербада. Хотя, когда придет Бальтазар, ты будешь для него нанимать войска. Но сейчас еще нанимать рано. Армию зачем за ней платить, если Бальтазару еще там 3-4 хода только плыть. И проблемы на юге. С юга поступают плохие новости. Голборас мы захватили, но для отстройки стен нам нужно еще 4 хода. А у нас прямо на пороге стоит Гримгар Железношкур. Поэтому давайте назад в Голборас. На всех парах, чтобы не перехватили. Как тут себя гарнизон чувствует? Плохо чувствует себя гарнизон. Ну что, дружочки, вас назад в армию. И может быть, нам стоит для борьбы с Гримгаром здесь кого-то из легендарки взять. Я думаю, это будет нелегкое сражение. Поэтому, например, мы возьмем Королевских Гриффитов Альдорфа вместо мага, который дает скидку. Я думаю, от мага в бою особой пользы не будет. А вот от Гриффитов очень даже неплохая польза будет. Хорошо, когда у вас есть знаменитые отряды, которые можно держать в резерве и использовать по необходимости. Все. Если нас осадят, то Гримгар получит, так сказать, по щам. Карла Фраца подготовили. Тут нам надо будет выбирать. На Горсель, скорее всего, опять нападут. Подготовили отряд здесь, подготовили отряд здесь. Теперь дипломатия. Давайте подумаем. Нам надо бы с гномами что-то замутить. Договор о ненападении для начала, а потом оборонительный союз. И заставить их заплатить за это хотя бы какую-то сумму. Мы потратились на строительство. Допустим, готовы ли мы заплатить нам 2000? Можно было даже больше требовать. 28 тысяч. Было 50. Строительство сейчас съедает очень много денег. А в ближайшем будущем захватом этих всех городов будет съедать еще больше. Ну и радостная и приятная новость от комментаторов, которые почуют нас новыми именами для отрядов. Алибардистов попросили переименовать в роту чести Альдорфа. И золотые львы. Но я не помню, кого попросили назвать. У нас получается в армии Карла Франца почти все отряды именные. Кроме вот этих вот арбалетчиков. Золотые львы. Давайте название такое классное Золотые львы. Я бы приберег его для какого-то отряда типа демигрифов. Ну ладно. Пусть пока вот так вот будет. Авторы вот этих имен, которые я присвоил, отпишитесь в комментариях, что отряды принадлежат именно вам и что ваша просьба удовлетворена. А, ты сюда правильно поступил, потому что ты должен... Ага, вот прирост увеличился. Замечательно. Ну что ж, по ходу мы можем передавать дальше ход с одним небольшим исключением. этот может поднять больше уровня, постояв перед этим. Интересно, если говорить о твоем уровне, то уровень ты не поднимешь. Возвращайся назад. Понятно. Интересно мне, где расположены эльфы? Может быть они расположены вот здесь и в моей компании не присутствуют. но так-то я, конечно, их на карте пока не вижу. Если они попробуют напасть на один из моих городов, то везде, кроме брионы, в тылу у меня гарнизоны отстроены. Так что все у рогатой жабки хорошо предусмотрено. Ну что ж, давайте наверное окунемся в неизвестность и передадим ход дальше. у нас появились бьерлинги. Это еще одни альтернатива хаосу, прислужники хаоса. Не вассалы, они в списке вассалов не обозначены, но они плывут по-моему на юг. Бедный многострадальный горсель. Как хотят его грабить. И агентов не становится меньше. Орды плодят их и плодят. Вот они бьерлинги. Проскочил их ход. Где их армия я не знаю, но скоро наверное мы их увидим. Ну что ж, а теперь давайте посмотрим что у нас за изменения. Аверхайм не разрушен, значит сейчас мы отгоним врага. Файльдорф. Два хода и мы построим здесь стену. То есть нам надо уничтожить зверолюда, потому что если мы этого не сделаем, то боюсь они не могут напасть на Файльдорф. Дружище сюда. И захватываем поселение. Ты будешь еще уровень получать. Хотя он дает ауру и Фолькмор тоже дает ауру. Тут автобой. Хаос, который идет с пустошей хаоса, его нужно обогнать до того, как он не попадет в эту такую благоприятную для уничтожения городов почву. И успеть не просто обогнать, а еще и выстроить хотя бы стены какие-нибудь. Так что строим обязательно все, что можем. Тебя мы восстанавливаем пока что здоровье. На рост положительно влиять будешь ты. А вон и орки в Бекхафине. А кстати, мы здесь можем прям эдикты сдать и теперь прирост у нас будет аж 110. Ну неплохо разгоним. Все, что нам нужно, это 6 ходов здесь и 6 ходов здесь. И у нас будут стены для отражения нападения ордхауса. неудача при 95% шансе. Печаль беда. А вон они бьерлинги. Они решили уничтожать гномов. То есть Магрита, Табара и Билбали тоже возможно в опасности будут находиться. Так пока скидка здесь есть оставайся примени ее и ты идешь теперь вот сюда. Ты скидку дал идешь в Марьенбург. Карл Франц восстановился и готов повоевать с Хаосом с Зигвальдом. О наконец-то практически прибыли. Да посиди пока в городе. Ну что давайте бросим вызов Бросим вызов Гримгару Железношкуру и его огромной армии. Это будет эпичным сражением на эту серию. Хотя типа как победа на нашей стороне дисциплина плюс 5 отряд. Давайте ему дадим. У него здоровье неполное. Может и побежать. Автобоем мы бы гарантированно победили. Но у Гримгара есть неприятные артефакты которые могут сделать так что наша победа может обратиться кровавым поражением. Поэтому сражаться будем крайне осторожно с этим врагом. Плюс войска у него немножко поэлитнее наших. Например 3 отряда троллей 2 отряда колесниц много кавалерии ну полков всадников различных пехоты всего 4 отряда но и сам Гримгар уровнем уровней на 7 выше нашего героя по-моему он 18 а у нас герой 11 то есть это будет сложное таки сражение и его надо будет как можно лучше провести не допустив врага ни к нашим тылам ни к нашей артиллерии расстановка оком Сигмара будет здесь очень востребованный кстати вот в этой расстановке есть еще один большой плюс сейчас объясню какой он армия врага вот мы все это проходимые области может быть где-то можно скрыться за каким-то препятствием или не стоит давайте расставимся чуть-чуть поближе к краю карты чтобы швырялки нас не трогали и у наших демигрифов было время выполнить одну очень важную миссию доставим их чуть-чуть ближе помним что у врага есть эти чертовы колесницы и они могут вот в эти дыры пролетать но при этом ставим так чтобы наши стрелки могли свободно стрелять правда одну небольшую ошибочку я допускаю не тех выставляю копейщики могут побежать надо выставлять других не копейщиков сюда надо алибарды ставить хотя у копейщиков больше лычек сколько 67 дисциплина 69 нет алибарды таки дольше продержатся копейщики по флангам будут кавалерию на себя принимать где-то внутри в кучке будут стоять наша артиллерия и стрелки которые сначала дадут залп по пехоте потом перестроятся даже не так стрелки вот сюда вот сюда надо кавалерию вражескую быстрее расстрелять а вы вот сюда против троллей в общем что я хочу я хочу алибарды в первый ряд выставить вот так вот сделать их алибарды вместо копейщиков копейщиков пока вот так вот поставим и кучковаться не стоит потому что вражеская артиллерия нам объяснит почему это делать неправильно о все по-моему всех выставили сразу вот так вот делаем чуть-чуть тебя вперед и подвинем стрелков стрелков как можно более вытянутый строй чтобы шире была линия расстрела и наверное с этими тоже так надо сделать чтобы охват был больше территорий и мы соответственно могли гарантированно обстрелять всех кто у нас тут будет из наших врагов теперь мечники насчет мечников надо решить пехотку надо поставить наверное за нашими стрелками чтобы если вдруг колесницы протиснуться мы могли их атаковать то же самое с флагеллянтами тебя сюда тебя с аурой сюда но беречь его нужно как зеницу ока и демигрифы демигрифы могут попробовать в тылу уничтожить вражескую арту но есть одна проблема скорость у наших демигрифов 76 а у вражеской кавалерии скорость может быть побольше 78 то есть демигрифов могут догнать и обратить в бегство поэтому я даже не знаю как сделать можно поставить их здесь типа как отвлекут врага на себя но им желательно бы спрятаться а потом разбив вражескую арту вернуться и добьют врага либо оставить их рядом со всей нашей армией все мы готовы начать битву и сейчас будем гарнизонные войска расставлять давайте попробуем действовать по принципу разделяя властвы мечников сюда поставим так вот в чем же превосходство вот это вот построение сейчас хочу объяснить касается это артиллерии артиллерия будет обстреливать будет меньше страдать количество отрядов точно так же как и стрелки если обстреливают то обстреливают ну 4 6 10 максимум а не всю линию быстро сюда не знаю куда их поставить может пока вот так вот и у нас не видят попробуем пока нас не видят добраться до врага а да кстати у нас огненный шар есть мы можем им воспользоваться и к примеру нанести удар по может быть вражеским троллям хотя тролли регенерируют поэтому причиненный ущерб ну одну модельку выбили появиться по идее не должен о все пошли отвлекли артиллерию сейчас надо разбить теперь наша арта начала работать отступим чуть-чуть швырялка попадает по демигрифам но швырялки почему ее нужно сразу же убирать с поля боя вражескую потому что они очень сильно бьют по морали мы можем побеждать а в одно прекрасное мгновение просто побежать и чуть-чуть подойди ого вот это вот наших демигрификов конечно даванули стрелять 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 и держать строй сражаем сражаемся и держимся переведем мечников и флагеллянтов сюда чтобы выдержали удар красавы сколько там у швырялки осталось народа 13 разбейте всю чтобы у врага швырялок не было ведем мечей отступаем 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 не боясь не бояться держим 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 строй и нападаем и расстреливаем расстреливаем паучков это те еще гадости не пока не надо ничего делать вперед на вражеских лучников давайте выведем наш и сейчас огненный шар огненный шар быстро 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 поспешите так где у нас больше всего этих гадов вот тут по моему ох и у нас тут просто эпичное сражение происходит да в спину им настреливайте чуть-чуть перестраиваем мечника вперед у нас тут нарушилась линия деммигрифы поторопитесь в атаку помочь держать оборону перестроились против колесниц да и расстреливайте особенно тех кто бежит перестраиваемся перестраиваемся красавцы давайте вот этих гаденышей а теперь надо гримгора расстрелять деммигрифики сейчас сделают свое дело наверное всех троллей поуничтожаем какие еще гадости но видите насколько нам нелегко давай дружище давай наверное в погоню за троллями и обстрел перенесем наверное на вот эту пехотку отведем наших стрелков они единственные кто смогут противостоять давай вот переведем на колесницы нам надо будет гримгора обстреливать и надо будет чтобы было кем гримгора 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 а ну иди сюда надо сбить его с ног демми демми грифы назад до нас тролли воротились но осторожно это победа друзья правда вот этого гаденыша надо убить а демми грифы должны покончить с троллями врага не убить точнее а ранить убить то мы его не можем смотрите сколько у нас пострадавших сколько в тебе здоровья бычара 1700 всех до одного тролли не так опасны все остальные как тролли где еще эти тролли быстро сюда догонишь троллей вряд ли давай хотя бы вот этих уничтожь вроде махает а это означает убивает есть все гримго ранен в следующее сражение он не придет нужно заканчивать бой потное было сражение но это гарантирует нам какую нибудь временную защиту от посягательства смотрите 147 90 67 99 35 да нарезали они наших знатно деппельзольднеры на юге тоже было бы очень и очень хорошо правда по идее если здесь высадятся бьерлинги вопрос кого же они выберут своей мишенью нас или все-таки орков если орков то бьерлинги будут нам оказывать содействие таким путем если нас то нам придется кошмарное количество времени потратить на то чтобы хотя бы восстановиться но эту армию надо добить помним что орки воюют с гномами а гномы относятся к нам хорошо это означает что на фронте с гномами скорее всего основные силы орков и расположены если мы сейчас убили армию то убили скорее всего самую элитную их армию но та которая как раз находилась поблизости вряд ли орки развернутся и всеми своими силами попробуют отступить в тыл я надеюсь руки у них с гномами связаны но и стоит отдать честь нашим демигрифам без них эта победа могла и не состояться деньги или дисциплина на 5 ходов да как так я же видел как лично уничтожил каждый отряд точнее не каждый отряд а один отряд полностью тролли уничтожил тем не менее они остались живы ну тогда не имеет смысла что-то другое брать берем деньги а нет троллям не оставили отряда и сейчас они уязвимы можно и по идее нужно их добить стремитель стремительный удар взят распорядитель взят скорость восстановления или охота за головами нет очень не хватает щитов различных вдохновляющего присутствия наверное вдохновляющее присутствие ради пятерочки дисциплины а потом будут и щиты давайте проведем еще одно сражение на поле боя просто рискуем если автобоем проведем потерять много отрядов которые никак не восстановим так помните кто у нас тут опасный паучки колесницы тролли кто у нас против них есть демигрифы и наш герой а также полный отряд копейщиков ну и два таких более-менее можно было этого героя убрать из армии и поставить вместо него мага что стоит помнить не подпускаем колесницы к нашей пехоте особенно той которая пострадала поэтому тут будет немножко другое построение но при этом неплохо защищающее пехоте пехоте Вот эти все отряды прячем за спину. Их нам важно не потерять. Но... Так, Ctrl-A для выделения, Ctrl-1. Все, можно начинать сражение. Демигрифа вперед и огненное заклинание тоже вперед. Против тех же троллей или колесниц. Сейчас на кавалерию возлагается очень большая надежда. Давайте попробуем перехватить колесницы демигрифами. Ну, чуть позже. Все, а теперь отступили. Серьезно? Вот это вы зря подошли сюда. Демигрифы сразу паучков съели. Помним, наша задача перехватить колесницы. Так, все, вот они колесницы. Один отряд колесниц мы перехватили. Теперь пошли сражаться. Зажрем колесницы. Теперь зажрем орков. Пусть заходят, у них здесь силы нету. О-о-о-о, хорошо-хорошо-хорошо. Минус тролли. Сейчас еще один залп, их точно не станет. Все, враг побежал. Убий его. Убий его. И разрушим эти адские машины. А ты добей этого тролика. Есть. Минус отряд. Я надеюсь, они смогут догнать. И где удар? Давай, 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 я в тебя верю. Есть. Минус одно. И минус второе. Один труп оставили? Нет. Я думал, добьем. Не добили. 35 на 113. Остались они без своих троллей. Правда, однако, лесница выжила. Может, они еще отступят. Но эта армия уже опасности не представляет. И учитывая, что тролли мы у них забрали. Только паучки. Если пойдем атаковать дальше, ну чего мы добьемся? Мы просто уйдем от Галбараза. Слишком далеко и потеряем восстановление. Добивать? Ну, пусть отступают. Эти пауки, конечно, еще могут вернуться. Идем восстанавливаться. Восстановим здоровье и вспомогательного героя в армии. Молодцы. Отсражались супер. И практически взяли 13 уровень. То есть, два уровня на инициативе Гримгора Железношкура мы подняли. Теперь вот эти вот части империи. Вертбат. Доступно строительство. Строим. Можно продвинуться вперед, но тогда мы рискуем пожертвовать ростом. Скоростью роста. Еще по-любому нужно провести сражение вот тут вот. Но это все, наверное, мы уже в следующей серии сделаем. Бальтазарушка дома. А вот это вот сражение нам еще стоит провести. Но начнем мы, наверное, со второстепенного сражения. Ну, как второстепенного. Вообще-то оно не второстепенное, а достаточно сложное. Да, закажем тебе убийство. Этот 12-го, этот 17-го. Их надо поменять местами. Так что хочу я не хочу, но ты будешь двигаться сюда. Вертбат. Второй уровень будет построен и сможем начать выстраивать стены. А как только стены будут готовы, мы переведем сюда поближе армии и перестанем за них переживать. А, вот еще что мы можем сделать. Мы можем подипломатить с гномами. У нас с ними договор о ненападении есть. Может быть они готовы к какому-то оборонительному союзу. Право прохода. И заплатить. Ну, если 2000 вы не хотите, давайте хотя бы 1300. И теперь у нас с ними и право прохода, и оборонительный союз. Я думаю, за орками они, точнее за моим хаосом они не погонятся. Военный союз заключаем. Но ни в какую войну они меня уже не втащат. Левую. Потому что мы уже воюемся всеми, с кем и они воюют. Давайте ты тоже 1300. Все. Союзники теперь мы. Отныне с Бретони оборонительный союз. Ну, раз у нас появились хорошие союзники, значит... А, слушайте, они могут втащить меня в войну против Бьерлинга. Теперь. Но это мы увидим в следующих сериях. Сделают они так или нет. Ну что, нападаем. А-а-а-а! И мы теперь не выйдем отсюда. Попали. Но, правда, вот эти гады находятся теперь на расстоянии от Пфальдорфа. И мы лежим между ними. То есть на Пфальдорф они не нападут. Но они могут попытаться напасть на Вюрдбад. Где еще нету стены. Мы будем бегать между Аверхаймом и Вюрдбадом. Беда проблемная. Меч антигероев. Мы получили пятый уровень. Стремительный удар. Хорошо, но дисциплина. Потому что зверолюды. Потому что с ними будет сражаться сложно. Да, на рост. Хочется денежку, но нельзя денежку. На рост и на восстановление. Хотя, если мы заменим героя, ну совершенно не обязательно, чтобы он восстанавливал. Пусть лучше дает рост. А он не может. И назад теперь не вернется. Надеюсь, гномы мне помогут со зверолюдами. Раз они вступили в эту войну. Теперь мы видим, что у гномов происходит. И благодаря гномам видим, где их силы, где силы орков. Вот где они, гномики. А вот где силы орков. Небольшие силы. Еще гномики есть, целая армия. А вон и бьерлинги. Нужна ли скидка на строительство здесь? Пока не нужна. Пока строится. Значит, иди восстанавливайся. Почему не можешь в армию поступить? А, в армии все полно. Ну, ладно. Тогда продолжай стоять. Так ты хоть опыт получаешь. Дойдешь до существенных заклинаний. И мы тебя примем в армию. Что, разобьем? Или передадим ход? Позволим определиться. Правда, они могут встать на осаду горселя. Эти подойдут и нападения могут осуществить. Поэтому надо атаковать. Так, вот на этом мы с вами и попрощаемся, друзья. А начнем мы следующую серию с великолепной битвы против Зигвальда. Оставляйте ваши комментарии. Не забывайте про лайки. И подписывайтесь, чтобы не пропустить новые серии имперского прохождения. Удачи вам!